В Москве жители, которые до сих пор противостояли гриппу, сегодня объявлено, что количество заболевших все-таки перевалило за критическую черту, после чего все происходящее называют эпидемией. С сегодняшнего дня в столице объявлен карантин, в школах детей будут допускать к занятиям только после специальной проверки, чтобы отсеивать заболевших. Всего же по стране гриппует 48 регионов, везде ситуация похожая, вирус быстрее всего подхватывают маленькие дети. Врачи еще раз предупреждают, не так страшен грипп, как его последствия, не надо заниматься самолечением. Иван Прозоров продолжит. В режиме за стеклом инфекционная больница имени Боткина с 12 ночи. Посетителей не пропускают, плановая госпитализация ограничена, медики советуют не приходить лишний раз в клинику. Карантин из-за эпидемии гриппа. В северной столице уже 22 смертельных случая. Это именно сам грипп, который дает быструю пневмонию, которая развивается и может присоединяться в последующем еще к вторичной инфекции. Но, как правило, при H1N1, по опыту 2009 года, мы имеем истинное вирусное поражение легких. Очень тяжелое. Тот самый случай, когда промедление смерти подобно. Летальные исходы зафиксированы на Ямале, на Урале, в Центральной России. Ослабленный иммунитет, несколько сеансов самолечения и банальная простуда превращается в тяжелейшие испытания. У трехлетней Иры температуру в 40 градусов сбивали два дня. Когда, казалось, болезнь отступила, внезапно началось сильное кровотечение. Ребенка удалось спасти. Попали сюда сначала в хирургию, потому что с подозрением на желудочное кровотечение. Там определили, что это вследствие вируса и положили под капельницы в инфекционное отделение. Только в Воронеже число заболевших за неделю выросло больше, чем вдвое. С 7 тысяч до 18. У сотен обратившихся грипп H1N1. По словам эпидемиологов, подхватывают его те, кто не делал прививки. У них же самое тяжелое осложнение от H1N1. Это наш старый знакомый, с которым мы встречались в 2009 году и который наделал очень много шума. Но в отличие от прошлых лет, сейчас есть стандартные методики лечения, разработанные алгоритмы, порядки лечения. Мы знаем, как лечить этот грипп. Поэтому в этом году, как никогда, очень многое зависит от самих жителей. Ни в коем случае нельзя надеяться на наш русский авось и ждать, что само все пройдет. Сейчас, по словам эпидемиологов, в России пик заболеваемости. В 47 регионах превышен эпидемиологический порог. Врачи советуют при первых признаках – температура, головная боль, ломота, кашель – не идти в больницу, а вызывать медиков на дом. В Екатеринбурге бригады дежурных врачей работают до позднего вечера. Это всегда, да, каждый год происходит такая вспышка заболеваемости, и вызовов становится очень много. То есть не справляются. Получается, ни отложка, ни участковая им тоже достается. Вспышки происходят ежегодно, но обычно пик ожидают в феврале и марте. В этом году, в конце января, на карантин уже закрывается больше 800 школ. В сочинской гимназии номер один заболевших единицей. И чтобы их не стало больше, утром на входе дежурят врачи. С подозрением на ОРВИ и грипп в кабинет дежурного медика. Тщательная проверка и совет пропустить несколько дней занятий. При первых признаках вирусной инфекции нужно обязательно обратиться к врачу. И врач уже даст лечение квалифицированное, грамотное. Потому что, и, конечно, при первых признаках не нужно пускать ребенка в школу. Такие утренние фильтры появятся и в Москве. Об эпидемии гриппа объявила главный санитарный врач столицы Елена Андреева. Из-за него объявлен карантин с сегодняшнего дня и до особого распоряжения. Жители не только Москвы. Эпидемиологи призвали избегать массовых мероприятий, соблюдать простые правила гигиены и даже правильно чихать. В западных странах сегодня детей учат правильно чихать. Не в руки, а в сгиб локтя. Прямо вот так вот чихать. Чтобы руки были чистые, чтобы руками не передавать возбудителя друг другу. Проветривать помещение, мыть руки, носить маски заболевшим или здоровым, если они общаются с большим количеством людей. Это, безусловно, приведет к тому, что мы быстро преодолеем этот эпидемический подъем. Этот подъем, по словам специалистов, обычно длится 6 недель. Сейчас в России идет третья. Иван Прозоров, Сергей Пономарев, Алексей Крепанов, Юлия Ходорова и Ксения Гомонова. Первый канал. Первый канал.